Ну вот это всё, о чём мы сейчас говорили, истории всё-таки политизированные. В общем-то, как бы это цинично сейчас не прозвучало, но объяснимо, почему, например, этот очередной харьковский коррупционный куш или громкие расследования НАБУ могут ещё долго не дойти до приговоров. Но абсолютно необъяснимо, почему затягиваются суды даже по таким делам, как пожар в детском лагере Виктория в Одессе. Казалось бы, ну чей в этом может быть интерес? И это не единичный случай, это уже система. Елена Зорина продолжит тему. Сотни квадратных метров в огне. Пашины! Они не слышат. Люди в дымовой ловушке. Голодно держится. Пламя беспощадно уничтожает детские лагеря, базы отдыха. Гостиницы и рестораны. Почула выбух, а потом спрацювала сигнализация. Поджог или несоблюдение правил пожарной безопасности? Почему тянут с расследованием таких дел? И кто в итоге оказывается на скамье подсудимых? Могут найти стрелочников, действительно виновные, которые должны быть наказаны, не понесут наказание. Такие справы начинаются гучно, начинается великий суспольный резонанс. Клип передается до суду. Багато этих помилок выходят на зовні. И судья просто остается змушенный принимать хотя бы какие-то решения, навіть якщо бачить, що людину не можна визнати винною. Дети не повиннили? Нет, я не знаю. Эта история потрясла всю Україну. Ночь на 16 сентября. Одесса. Горит один із корпусов детского лагеря «Виктория». Мне кажется, что просто рядом никого не было. Это все. И никто их даже и не спасал. Просто их забыли. В деревянном корпусе 42 ребенка. Пожарной сигнализации нету. Рукавов нету. Пожарного водоема нету. Чтобы спастись, дети выпрыгивают из окон. Так было и с 11-летней Олей. Теперь девочка вместе с братом заново учится ходить. У юной танцовщицы компрессионный перелом позвоночника. Корсет снимают разве что на ночь. Она спала. Ее разбудили и сказали прыгать. Потому что лестница была отрезана. Периодически рассказывает мама. Оля вспоминает о событиях той ночи. Она слышит запах огня. Слышит запах пожара. Я хочу просто, чтобы больше никогда такого не повторилось. Вот моя девочка. У нее было столько планов. Для Снежаны Арпентий, Софии Мазур и Насти Кулинич эта смена в лагере стала последней. Мы хотим, чтобы за это виновные понесли наказание. Разве мы многого хотим? Для нас, для всех родителей погибших девочек, важно понять, кто виноват в причине пожара этого, из-за чего он произошел. Почему на момент пожара никого из взрослых не было в корпусе, что более старшие дети спасали этих деток. Почему не сработала сигнализация. В деле сейчас четверо подозреваемых вице-мэр, руководитель райотдела госслужбы по чрезвычайным ситуациям, воспитательница, отвечавшая за пожарную безопасность, и директор лагеря. Двое последних сразу оказались в СИЗО. Но в начале сентября воспитательницу Наталью Янчик выпустили под поручительство нардепов. К середине ноября вышел на свободу и руководитель Виктории Петра Саркисян. Тогда почему же погибли дети? Почему здание, куда местные чиновники якобы вложили миллионы на установку новейшей системы пожарной безопасности, так быстро выгорело? Почему лагерь, где два года находили нарушения, не закрыли? И главное, почему тянут с расследованием, а подозреваемых отпускают? На скамье подсудимых не те люди. Как только начинается вопрос о привлечении чиновников к ответственности, сразу же, в общем-то, либо перекладывают стрелки на кого-то другого, на воспитатель, например, либо же пытаются каким-то образом похоронить дело. Забыть о громкой истории, уверяют эксперты, можно по-разному. Мог, к примеру, затягивать суд, для этого слечь в больницу, исчезнуть за границей или начать договариваться. Пытаться как-то откупиться, договорить. Какой из этого всего результат, что человек потом приходит в суд и говорит, что у меня, в общем-то, претензий нет. Может быть, какая-то зацікавленная сторона, в том числе и тот же самый правоохоронцам, которым не цікаво, чтобы их проколы были видны швидко. Может быть, теоретично, шансы отримать умовный термин покарания. Трагедия, о которой долго говорили даже в высоких кабинетах, а теперь, похоже, забыли. Конец мая прошлого года. Село Леточки под Киевом. Теперь о страшной трагедии в доме престарелых под Киевом напоминают лишь вот эти лампадки и огнетушители. Сильный пожар унес жизни 17 людей. От здания остались одни руины. Для местных это строение напоминание об ужасном. Ну, я и плакала, как узнала. А погорело же багато. Тоді я только бачила, як корови гонила, що багато машин стояло. Ну, всі ничего не горело, а наутро скільки машин поприїжджало. Пошли машко. Діти даже мимо сгоревших обломков проходить бояться. Взрослые не на камеру, говорят, руины давно пора снести. Соседи вовсе желают забыть эту историю. Ви знову починаєте вручитися. Вам і так важко пить. Все, все. До побачення. Хозяин здания, он же директор нелегального дома престарелых, Олег Дмитренко сразу был арестован. Ему грозит до восьми лет тюрьмы. Свої вини не признал, но родственникам посочувствую. Ми будемо допомагати, чим зможемо і як зможемо. А спустя полгода Дмитренко оказался на свободі. В селе не показывається. Где он сейчас – неизвестно. Один раз я його бачив випадково у суді. Спочатку був як підозрюваний. Якось там вже дві справи є. А тепер він вже як свідок. По одній справі. Тобто дві вже справи там якось ведеться. «Почему здание згорело до сих пор не знає ніхто?» «Все в судах, все в слідстві. Ніякої точній версії. Ніякого заключення, як воно все, що з ним робити. Все на якійсь такій стадії, я вам кажу, не зрозуміли». В обласной прокуратурі нам лишь сообщили – дело в суді. Но по существу спустя полтора року його так ніхто рассматривати не стал. Ближайше засідання назначено на конец декабря. Будуть ли претензії у родственників, остається тільки догадываться. Багато було за границей, бо не могли зразу забрати тіло. Хоронили вже не через місяць чи через декілька. Тем временем в самих літочках тільки слухи о причинах пожара. Підпал була така версія. Скільки людей з такої версії. Була коли, що хтось там запалив якийсь той, що там жив. Чого телефона. Ну що, ой, версій було багато. Хто от телевізора, хто от телефона казав. Хозяин то таке, отстроять, да і все буде добре. Дякую за перегляд! Дякую за перегляд! Дякую за перегляд! Дякую за перегляд! Дякую за перегляд!